С 21 ноября в республике сокращен график верных отключений электроэнергии. Такое решение принято на заседании Совета директоров РУП «Черноморэнерго». В ходе встречи также были обсуждены вопросы состояния энергосистемы в связи с ограничениями подачи электричества, вопросы проводимых рейдовых мероприятий по выявлению незаконно подключенных объектов майнинга и другие. В совещании приняла участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Все подробности в репортаже Али Китрапш. В начале заседания Совета директоров «Черноморэнерго» главный инженер предприятия Тимур Кацая сообщил, что в связи с возросшим потреблением электроэнергии магистральные линии 220 и 110 кВт сильно перегружены. А перегруз на трансформаторных подстанциях в крупных селах республики приблизился к критической отметке. Такая же ситуация и на городских трансформаторных подстанциях. Городские Сухум-1 перегружат, Сухум-2, ЕПИД. Все на пределе. Все с 10, 5, 20% перегрузом работают. А в критические моменты, если мы не будем ограничивать, они все просто будут отключаться, подстанции будут отключаться. Дранда, Абудзера, ЕПИД. Все на пределе, чтобы знали люди. Никакого запаса, практически аварийного запаса у нас нет материалов из-за отсутствия финансов. Склад пустой, элементарные вещи. Вот сейчас вот первую-первыхую какую-то маленькую партию там что-то, что-то вот и за счет этих сборов что-то собрали, что-то, что-то, но это мизер по сравнению с тем, что должно быть. Да. Техника, спецтехника. Это бульдозы, экскаваторы, манипуляторы, половина и по районам. И здесь, что у нас, это самобазируется, половина на ремонте. Чтобы их отремонтировать, мы собираем какие-то копейки, один отремонтируем, пока этот отремонтируем, другой портится, создает большие проблемы, задерживает время устранения аварий. По словам Тимура Катца, ситуация настолько критическая, что если бы неверное отключение, все население Абхазии осталось бы без электроэнергии. В основном причиной высоких нагрузок на электросети являются майнинговые фермы. Черномор Энерго ежедневно проводит во всех районах республики рейдовые мероприятия по выявлению и отключению незаконно подключенных криптоферам. На сегодняшний день отключено 85 объектов, общей мощностью порядка 30 мегаватт. В Гаганском районе было отключено 12 ферм на общую мощность 4,98. В Гудгаутском районе 9 ферм на общую мощность 2,35. Сухумский район 9 ферм 2,52. Город Сухум 16 ферм 4,8. Курыбский район 9 ферм 3,7 мегаватт. Ачимчирский район 14 ферм 4,56 мегаватт. Галский район 2 фермы 1,1 мегаватт. Курчайский район 11 ферм 5,2 мегаватт. На самом деле люди очень реально подошли к этому. Благодаря тому, что мы все это время встречались и говорили о будущей необходимости отключения в пиковой нагрузке, люди достаточно лояльно к этому относятся. Многие отключаются по звонку. Наши сотрудники, приезжая на объект, активуют и пломбируют объекты. И в этом смысле я должен быть благодарен тем, кто на самом деле подошел к этому серьезно, с пониманием обстановки, которая в нашей стране. Питание электрических сетей осуществляется по двум основным линиям. Очигуара 220 кВт и шашелетий 110 кВт. На линии очигуара в ноябре потребление составило 285 мегаватт, при нормативе 227 мегаватт. А на линии шашелетий при нормативе 99 мегаватт было потреблено 120 мегаватт, что является недопустимой нагрузкой, которая может привести к серьезным авариям. По словам специалистов, потребление электроэнергии только в ноябре текущего года достигло 9,5 миллионов киловатт-часов. В прошлом году потребление было 6,4 миллиона киловатт. Максимальное потребление было 6,4 миллиона киловатт в сутки. Что нам дал верный график. Мы снизили потребление в сутки почти на 2 миллиона. И за 5 дней этого графика мы сэкономили порядка 10 миллионов киловатт-часов. И с момента ввода ограничений и мероприятий, что по выявлению и отключению легальных потребителей, суммарно где-то отключена мощность около 30 мегаватт. На сегодняшний день это нам может дать возможность перейти на более щадящий график. То есть отключения будут проводиться не 3 раза в сутки, а 2 раза в сутки в часы пик, в утреннее и вечернее время. Со дня принятия Кабинета министров постановления о мерах по регулированию и деятельности по добыче криптовалют в Ченомор Энерго обратились порядка 130 человек на получение разрешения на общую мощность в 114 мегаватт. Все заявки были рассмотрены на совещании техсовета. Из них на сегодняшний день предварительно одобрено только на 18 мегаватт. На сегодняшний день ни одно техническое условие не выдано в связи с тем, что не все документы собраны, не выполнили все требования. Требования в чем заключаются? Потребитель, который обращается к нам, должен предоставить определенный пакет документов на рассмотрение. Не все могут предоставить этот пакет документов. Зарегистрированные в Минэкономике тут необходимо зарегистрировать мощность, на которую у них есть аппараты по добыче криптовалюты. Из тех тех заявок, которые одобрены на сегодняшний день, получили регистрацию в Минэкономике порядка на 18 мегаватт. В ходе совещания обсуждалась и концепция тарифной политики, потребляемой населением электроэнергии. На сегодняшний день только 30% физических и 80% юридических лиц платят за свет. Чтобы регулировать процесс оплаты, необходимо установить приборы учета, которые позволят в точности определить, на какую сумму израсходована электроэнергия. В завершении заседания его итоги подвела вице-премьер министр экономики Кристина Гузга. Весь зимний период мы с вами будем в рейдовом порядке провозить все эти мероприятия по отключению от мощностей энергосистемы Республики Абхазия недобросовестных потребителей. Все материалы, как ранее я и говорила, направляются в Минэк и прошу эту работу и дальше осуществлять в таком же режиме для того, чтобы мы могли использовать это в дальнейших своих действиях. Это будет основанием для применения санкций за незаконное подключение. В настоящее время готовится решение правительства, оно уже Министерством экономики направлено в Кабинет министров, в рамках уже ранее принятого решения в сентябре текущего года о том, что в случае, если в Республике будет образовываться дефицит и энергосистема не будет справляться с повышенными нагрузками, Кабинет министров вправе вводить ограничения на тот период, который будет обозначен уполномоченным органом. Соответствующее предложение в правительство направлено. Мы будем просить Кабинет министров ввести ограничения на данный вид деятельности сроком до 31 апреля. Надеюсь, что правительство в этом вопросе нас поддержит. Значит, просьба и поручение Черномор Энерго представить новый график верных отключений, более щадящий, но при этом отказаться полностью пока мы не можем. Посмотрим, как поведет себя энергосистема в ближайшую неделю. Со своей стороны, реализуя определенный план мероприятия, имеем возможность обратиться в Российскую Федерацию по перетолку для того, чтобы покрыть недостающий объем электроэнергии. Методология, концепция тарифной политики должна быть представлена в Министерство экономики до 10 декабря. Кроме того, Черномор Энерго поручено усилить работу по улучшению ситуации с собираемостью платежей за потребленную электроэнергию. Алика Трапша, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. С 21 ноября в республике вводится новый график верных отключений электроэнергии. Западная часть города Сухом, часть Сухомского района. Восточная часть Гудаутского района, Ачамчирский и Ткварчалский районы, поселок Бзып. С 8 до 10 часов утра. С 17 до 19 часов вечера. Центральная и восточная части города Сухом и Сухомского района. Западная часть Гудаутского района. Село Аллахадзе. Гулрыбский район. С 10 до 12 часов утра. С 19 до 21 часа вечера. Гагрский район. Город Пицунда. Часть центра города Сухом. Галский район. С 12 до 14 часов дня. С 21 до 23 часов вечера. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 118 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 34 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на лечении 80 человек. В тяжелом состоянии 17 пациентов. 19 ноября в Гудаутском госпитале от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности скончался пациент 1944 года рождения. В Сухомской инфекционной больнице 29 пациентов с подвержденным диагнозом COVID-19. Трое пациентов в тяжелом состоянии здоровья. В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата Айтар в Сухуме, находятся 38 пациентов. В тяжелом состоянии 5 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5 312 человек. 68 летальных случаев. Выздоровели 3 611 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Представители программы развития ООН доставили в Абхазский государственный университет очередную партию средств индивидуальной защиты для сотрудников и студентов. Эта партия гуманитарной помощи включает в себя 495 литров дезинфицирующего средства. 20 ноября отмечается Международный день ребенка и праздник детских врачей – День педиатра. В этот день, в 1959 году, была принята Декларация прав ребенка, а еще 30 лет спустя Конвенция прав ребенка. Ежегодно 20 ноября по всему миру проводятся семинары и конференции, на которых обсуждаются вопросы развития ребенка и проблемы педиатрии. О людях, на плечах которых лежит большая ответственность. Беречь, сохранять и спасать здоровье детей с самого рождения – наш следующий материал. Репортаж Гугу Цивардания. В кабинете у педиатра Марины Константиновны всегда тепло и уютно. А на приеме не слышно плача или криков малышей. К ней на осмотр они приходят, не боясь. Ведь к каждому ребенку у врача особенный подход. Молодец, Ника! Молодец! У маленькой Ники обструктивный бронхит. У Марины Константиновны она наблюдается уже неделю и охотно проводит все процедуры. Благодаря усилиям врачей состояние ребенка намного улучшилось. Сейчас малышка выздоравливает. С одышкой мы бывали. У нее был кашель и усиленная дышка. Ну, сейчас уже легче, конечно. Сейчас уже лучше. Здесь все идеально, особенно врач. У нас очень... Ну, она очень помогла с этой болезнью. У нее это с рождения почти. По словам врача-педиатра Детской республиканской больницы Марины Гегия, на сегодняшний день из-за карантина и пока что отсутствия сезонного гриппа обращаемость в медучреждение намного снизилась. В день обычно на прием приходили около 150 маленьких пациентов. Сейчас около 50. Да и укладывать на лечение врачи стараются лишь при острой необходимости. В основном это малыши с хроническими заболеваниями при обострении или ухудшении состояния. У многих детей диагнозы одинаковые. Очень много детей с поражением мочеполовой системы, то есть с пилонефритами, с инфекцией мочевой системы, с сахарным диабетом очень часто поступают к нам дети. Дети, причем в дебюте сахарного диабета. Новорожденные дети, которые на второй этап поступают к нам сюда. То есть нозология достаточно обширная. Сюда обращаются те дети, которые нуждаются непосредственно в госпитализации. Те дети, которые были осмотрены в поликлинике и нуждаются в госпитализации, они направляются к нам сюда. Ну и те, которые из районов, поступая, обращаясь к нам в приемный покой, к нашим педиатрам и нуждающиеся в госпитализации, конечно, укладываются сюда. Вообще детская больница богата на профессионалов высокого уровня. Марина Чиковани работает в детской больнице с 1999 года, сразу после окончания Ярославской медицинской академии. Изначально поступала в педиатрию, пытались отговаривать знакомые, но как-то пошла все-таки туда, куда мне это было интересно и куда мне хотелось. Из-за любви к детям. Врачи признаются, что выбрали сложную профессию. Каждый день это вызов. Педиатрия – самая трудная, но и самая благородная работа. А еще очень ответственная. Ведь в руках врачей из жизни маленьких детей. Но главное здесь – любовь. Дети всегда ее чувствуют и отвечают взаимностью. Педиатрия, мне кажется, это особая профессия. И врач-педиатр – это совершенно другой врач по сравнению со всеми остальными. Конечно, у нас специфика совершенно другая. Отношение к детям совершенно другое по сравнению с взрослыми. Есть такая даже когорта детей, которые, когда я только начинала работать, они были тогда уже подростками, а сейчас приходят уже со своими детьми. То есть есть и такое. Ну, любовь к детям, она, конечно, всю жизнь. И есть такая категория детей, которые уже выросли, ну, выросли, имеется в виду, уже в подростковом возрасте, но периодически дают о себе знать. О себе знать не по случаю заболевания, а по поводу каких-либо праздников. И это очень приятно. Ну, профессия врача вообще – это было, конечно, мечтой всей моей жизни. И немаловажную роль в этом и мои родители сыграли. То есть они привили мне любовь к медицине. Касаемо педиатрии, это был мой личный выбор, хотя моя семья была, большая половина моей семьи была против педиатрии именно, но любовь именно к детям двигала мною вперед, и было желание, непреодолимое желание заниматься именно детьми. Ну, и моя мечта сбылась, как говорится. Работаю я в этом отделении с 2000 года, то есть получается уже ни много, ни мало, но 20 лет. Врачи-педиатры следят за здоровьем детей с самых первых дней жизни. Сейчас на стационарном лечении в детской больнице находятся 8 детей. Один из них – маленький Нахар. Он родился с 7-месячным. Вначале все было хорошо, но потом возникли проблемы. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Поступил он к нам 3 дня назад. Поступил он в состоянии ксикоза. Ребенок родился глубоко недоношенным на 28-29 неделе. В общем, все у него было хорошо. Случилось так, что у мамы было недостаточно грудного молока. И мама самостоятельно дала ему смесь, которая для глубоко недоношенного ребенка немножко не соответствует его физиологии. И произошел срыв. Состояние ксикоза он к нам поступил. На сегодняшний день его самочувствие уже удовлетворительное. Получает он уже только симптоматическую терапию. И мы возобновили кормление его по часам, как нужно. И в том объеме, который соответствует его возрасту. Международный день детских врачей, который отмечается 20 ноября, не случайно совпадает с Днем ребенка. В 1954 году Генеральная ассамблея ООН рекомендовала всем странам вести практику празднования этой даты. Хотя дату ООН предложила выбрать каждому государству в отдельности, все же 129 стран отмечают День педиатра 20 ноября. А все потому, что в этот день была принята Декларация прав ребенка. А еще 30 лет спустя – Конвенция прав ребенка. Что может быть важнее для малыша, чем здоровье? И кому можно доверить своего кроху? Конечно, врачу-педиатру. Вот поэтому эти две даты отмечают в один день. Доктор, наблюдающий за состоянием здоровья пациента, и сам малыш. Кугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Мы продолжим тему Международного дня ребенка в рубрике «Амшикшара Яцу» сразу после выпуска новостей. На вопросы журналиста Арифы Кабба ответила руководитель детского фонда Абхазии Асида Ломия. Сотрудники Министерства внутренних дел продолжают профилактические и рейдовые мероприятия по контролю над соблюдением в Республике ограничительных мер. Об одном из таких рейдов в Ачимчире – репортаж пресс-служб МВД. Сотрудники милиции продолжают профилактику соблюдения санитарных норм в Республике. Особое внимание правоохранители уделяют водителям и пассажирам общественного транспорта и маршрутных такси. Проверяют наличие средств индивидуальной защиты, а также требуют исполнения норм рассадки и социальной дистанции. Но все еще находятся граждане, которые не осознают необходимость применяемых антивирусных мер и игнорируют санитарные нормы. Сотрудники МВД вручают пассажирам маски и требуют не нарушать установленные правила нахождения в общественных местах. Водители также ответственны за правила перевозки пассажиров. Регулярные профилактические и рейдовые мероприятия дают положительные результаты. В результате возрастает количество пассажиров и водителей, которые строго соблюдают санитарные нормы, используют маски, дезинфекторы и берегут свое здоровье и окружающих. Призываем отнестись с пониманием к принимаемым мерам, соблюдать дистанцию и иные установленные ранее ограничения. В год 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» при финансовой поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы оказал финансовую поддержку инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии. В этом году сумма материальной помощи каждому ветерану составила 15 тысяч рублей. Список претендентов на материальную помощь из 30 человек был составлен на основе данных Министерства социального обеспечения Абхазии и Российского посольства. Представители «Дома Москвы» посетили 13 ветеранов в Сухуме, в Гулрыбском, Гудаутском и Сухумском районах и вручили финансовую помощь лично. 17 получателям денежные средства были переведены на пенсионные счета. На базе артиллерийской группы Министерства обороны Абхазии прошли инструкторско-методические занятия по предметам боевой подготовки. По словам руководителя занятий, первого заместителя министра обороны, генерал-полковника Абеслана Цвижба, занятия проходили в соответствии с планом подготовительного периода в целях повышения методической подготовки офицерского состава Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, воинских частей и подразделений. Тема переименования сухумских городских парков, затронутая в одном из наших сюжетов, получила продолжение. Всю предысторию вопроса рассказал в интервью Абхазскому телевидению председатель политической партии Айтайра Леонид Лакирбая. Леонид Иванович, у нас в новостях была информация о том, что 13 ноября депутаты Сухумского городского собрания на заседании приняли решение о присвоении парку, так называемом в народе сказка, имя Тараса Мироновича Шан. Однако после этого в народе появились разговоры о том, что этот парк уже носит имя известного Абхазского ученого Георгия Цицай. Как так получилось? Мы обратились к вам, потому что данное решение было принято в 2014 году, еще весной, когда вы были премьер-министром нашей страны. Как вы можете это прокомментировать? Ну, я хочу сказать, что решение не по парку, а по памятнику. Вот в парке на этой территории есть же памятник, где был бюстер Джаникидзе. Решение по установке там памятника Дзизари было принято еще намного раньше. Где-то в 2009 году, я думаю, надо поискать эти документы, это еще в бытность Сергея Васильевича Багапш президентом. Тогда готовился юбилей очередной Георгия Алексеевича в 2009 году. И было поручение о том, чтобы продумать еще, что можно предложить. И один из дней Сергей Васильевич мне позвонил, у него в кабинете был Аля Слабах, вот тогдашний мэр. И он заявил, что принято решение о том, что памятник Георгия Алексеевича Дзизари будет установлен в этом месте, где сегодня стоит памятник Джаникидзе. У нас состоялся такой интересный разговор. Сергей Васильевич сказал, что если это решение принято, наверное, надо делать там бюст, вот как он был. Ну, я сказал, что почему бюст? Давайте сделаем полноценный памятник. Значит, я когда услышал вот эту информацию последнюю, я позвонил Алясу Лабаху. Говорю, Алясу, я, честно говоря, не понял, а что этого решения нет? Я припомнил ему этот разговор, он его вспомнил, сказал, что все это было. То есть надо посмотреть те документы, как это было оформлено, потому что не оформлено, если было бы, я не думаю, что мэр города пришел бы к главе государства с этой информацией. Потом, в 2009 году был юбилей, значит, но все мысли были уже о столетии Георгия Алексеевича Дзария. И если говорить немножко о хронологии, я хочу сказать вот, что в 2013 году, в декабре, уже за моей подписью, было, значит, издано распоряжение об объявлении конкурса на памятник Дзарии, именно в том месте, где сегодня парк этот расположен. Эти документы все есть, я могу, в общем-то, вам их дать, чтобы это то, что я успел поднять. Значит, и есть другой документ, документ, говорящий о том, что в 2014 году, 15 апреля, должен был подведен конкурс на памятник Дзария. К сожалению, Большому было представлено всего две работы, в тексте это есть, чьи работы и так далее, но комиссия не сочла возможным сделать вариантом памятника одну из двух представленных работ. И конкурс был продлен до сентября 2014 года. Ну, потом в мае случилось то, что случилось. Я так понимаю, что дальше эта проблема ушла у той власти, которая сменила предыдущую. Но документы эти все есть. Документы все есть. Мало того, я еще один момент хочу отметить. Значит, это решение, в конце концов, будет принимать, наверное, и город в том числе. Значит, когда умер султан Аслабекович Сосналиев, была целая делегация, которая была и у Багапша тогда. У них была просьба сделать этот парк Сосналиева. Сергей Васильевич мне поручил встретиться с этими людьми и объяснить им, что, извините, при всех заслугах султана Аслабековича, неоспоримых и так далее, решение по этому парку уже принято. Что это, вернее, не по парку, по памятнику. А что касается парка, это уже потом, уже когда объявлялся конкурс, город принял решение о переименовании парка целиком. То есть, еще раз повторюсь, два процесса были. Первый – это памятник Георгия Алексеевича Дзизари, там, где раньше был памятник Арджиникидзе. Но, по большому счету, это и подразумевает парк, фигура, которая определяет парк. А в 2014 году, в апреле месяце, городское собрание приняло решение присвоить уже парку всему это имя. На это я не знаю, кто и как искал документы, но то, что есть реально совершенно, вот есть у нас выдержки из «Апсный пресс». К сожалению, все это есть и в газете «Республика Абхазия», просто из-за вот этих наших коронавирусных мероприятий библиотеки сейчас не работают. Но в электронном виде, вот мне Манана Гургулия сегодня прислала. И вот, значит, есть решение города. Но депутаты нынешние говорят, что это не было в реестре, как бы, не было даже… Вы знаете как, я не собираюсь это дело даже оспаривать. Но это вопрос государственный. Я просто рассказал, что было на самом деле. Если мы живем немножко в таком мире, когда многие вещи уходят, значит, с течением времени на второй план, это никак не значит, что их кто-то отменил. Вот. И коль речь идет о том, что считают, что надо делать иначе, ну, есть определенная процедура. Но еще раз повторюсь, если бы… Я почему еще считаю нужным это сказать, значит, при всем уважении к султану Асланбекову мы не дали добро на то, чтобы парк носил его имя, с учетом того, что уже было определено. Теперь какое законное, правильное решение нужно… Я не собираюсь комментировать, кому-то что-то навязывать. Я просто не могу спорить и сравнивать эти заслуги. Это абсолютно неправильно. У каждого, наверное, свое мнение, и каждый будет по-своему прав. Но я еще раз повторюсь, что решение по установке памятника было принято более десяти лет назад. Вопрос, почему памятник не установлен, это очень серьезный вопрос. А что делать здесь конкретно в данном случае, ну, есть кому это определять. Но еще раз повторюсь, было бы желание, документы всегда можно найти. И нельзя оперировать только, вот, может быть, и правильным, но решением исключительно городского собрания. Это фигуры общегосударственного масштаба, да. И если бы задались целью… Я не упрек в адрес депутатов, я в адрес тех, кто обращался с этим обращением, да. Надо было бы основательно все-таки посмотреть. Может быть, обращение имело бы место, но знать предысторию надо обязательно. Вот то, что я сказал, это предыстория этого вопроса. Все это готовилось к столетию Георгия Алексеевича в Дизаре, которое было в 2014 году. Леонид Иванович, Вы недавно обращались к народу с призывом собрать денежные средства на обустройство могилы с памятником Мусы Шенебова. Это было не телевизионное обращение. У Вас есть возможность сделать это и сейчас? Я хочу обратиться к нашим гражданам по вопросу, связанному с увековечением памяти Мусы Магомедовича Шенебова. Я так полагаю, все-таки и надеюсь на то, что в Абхазии нет человека, не знающего, кто это. В начале месяца я выступил с обращением на предмет того, что можно осуществить первую фазу почитания памяти. Это заключаться, на мой взгляд, она может в том, что надо обустроить могилу Мусы Магомедовича в городе Нальчике. Процесс этот был нелегкий, хочу сказать. И я должен поблагодарить и супругу Юриему, и дочь Мадину, и брата Анатолия за то, что мы все-таки нашли понимание. А понимание заключается в том, что, на мой взгляд, учитывая роль и заслуги Мусы Магомедовича в нашей победе, было бы правильным, чтобы могила обустроена была с установкой памятника за счет средств, собранных благодарным населением Абхазии. Я вот с этим обратился. Могу сказать, что определенный сбор идет. Почти половину нужной суммы, эта сумма определена в 610 тысяч рублей. Это та мастерская в городе Нальчике, которая обустроила могилу другого известного адыга Заура Налоева. И мы идем на пути собирания этих средств. Причем, еще раз повторюсь, почти половина этих средств еще собрана, уже собрана. Но я хочу обратиться к нашей молодежи, поскольку среди форм перечисления денег, сумма может быть любой совершенно, там от 50 рублей и выше, акцент идет на тех, кто имеет приложение в системе Амобайл. Как я понимаю, это определенным образом продвинутые люди. Это наша молодежь. Я вот хочу в большей степени к ним обратиться, потому что старшее поколение знает свое дело. Ребята наши дорогие, можно было бы не быть продвинутыми и вообще не быть никем, если бы не была победа в той войне, которая имела место. И велика роль наших братьев, наших добровольцев, и колоссальная роль Мусима Магомедовича в этом вопросе. Поэтому я бы хотел, чтобы более активно именно наша молодежь участвовала в этом процессе. Еще раз повторюсь, дело ведь не в том, какая сумма. Дело в том, что сердце должно отреагировать на этот посыл. Я на это очень надеюсь. Спасибо, Леонид Иванович. Спасибо. Вот уже больше месяца, как в средних образовательных учреждениях Абхазии, приостановлен обычный учебный процесс. Однако почти во всех школах педагоги стараются заниматься с учениками дистанционно. При этом, как показывает практика, такая форма обучения стала для многих участников процесса сложным испытанием. Весь Магуландзе пообщалась с учителями, детьми и их родителями. Смотри, задали нам. Давай. Либо ездит в цирке на поле вверху. Вверху. Это будний день в большой семье Кишмария. Под руководством мамы идет активный учебный процесс. Двое старших мальчиков – ученики 2-го и 4-го классов. Маленькая Мия только готовится стать школьницей. Правда, заниматься приходится не меньше братьев. На время карантина семьи оказались в неравных условиях, так как дистанционное обучение нужно организовать всем учащимся. А это даже физически сложно, не говоря уже о техническом оснащении. Кроме того, родители, которые вынуждены работать в карантин, с трудом находят время и силы на занятия дома с детьми. На протяжении всего этого периода я сижу дома с детьми. Мне не с кем их оставить. Поэтому либо они со мной на работу, вот все трое, либо я просто вынуждена... Часть работы, большую часть я теперь делаю дома. Это очень неудобно. Так как дети учатся в абхазской школе, а я плохо владею абхазским языком, соответственно, мне приходится все это объяснять на русском. Тоже сложности есть свои. Они все одновременно, разные классы, каждый требует внимания. И маме приходится разрываться. Процесс дистанционного обучения в школах строится по-разному. Как правило, школьники ежедневно получают задания по интернету. Его необходимо выполнить и отослать педагогу. Процесс также может включать видеоуроки, онлайн-чат с преподавателем, использование различных обучающих сайтов. Я делаю домашние задания, прошу маму помочь, потом она берет... Ну, потом я говорю, мам, дай телефон. Я скину домашние задания, я скидываю домашние задания, и учительница проверяет. Больше нравится в школу ходить, потому что мама так уж занимается со мной, а вот в школе более интереснее. Я в школу не хожу, но очень скучаю. А тебе нравится дома домашние задания делать? Да. Мы проходим русскую азбуку. Ну, получается у тебя буквы учить дома? Да. А какую букву ты учишь? Ё. Пустые школьные коридоры и кабинеты. Эта картина уже стала для Абхазии привычной. И если весной такой формат застал учителей, школьников и родителей врасплох, то на этот раз дистанционное обучение развернулось в полную силу. И, соответственно, все плюсы и минусы системы стали очевидны. Сейчас, имея какой-то опыт этого дистанционного обучения, мы приняли решение, что самое подходящее для наших учеников это формат видеоуроков. То есть каждый учитель приходит в школу, в свой класс и записывает у доски видеоурок для своих детей. Дальше мы загружаем это в YouTube-канал и отправляем ссылку на это видео ученикам. И один-два раза в неделю проверяем тетради. Я не сторонник этого формата. Я жду, когда снимут ограничения и пандемия уйдет. И очень надеюсь, что мы увидимся в ближайшем будущем с нашими учениками. Но ничего не делать – это не выход. Поэтому мы для себя решили, что мы не будем останавливать образовательный процесс. И то, что в наших силах, мы делаем и будем делать. Возможность продолжить учебу – пожалуй, главный плюс дистанционного обучения. Однако большинство педагогов жалуются на то, что школьников трудно включить в процесс. Приходится тратить много времени на техническую организацию урока. Касательно дистанционного обучения хочется сказать, что в нем есть как плюсы, так и минусы. Плюсы какие? Есть возможность связываться с детьми, проводить разного вида работ, объяснять им что-то новое, опрашивать. Но есть и минусы. Не у всех есть возможность купить либо телефон, либо планшет, либо ноутбук. Не у всех есть возможность оплачивать Wi-Fi. Либо родители в отъезде, в силу чего невозможно связываться со всеми одновременно. А также в силу того, что у нас в последнее время перебои со светом, график отключения электроэнергии разный в разных районах, очень сложно собрать всех одновременно. Самая сложная категория – это первоклассники, которым необходимо постигать азы. Без помощи родителей они не могут справиться с техникой. Да и сидеть часами у монитора малышам далеко не полезно. Я учитель первого класса и уже месяц я работаю в дистанционном формате. Прихожу в школу, в свой класс, снимаю видео уроки и посылаю детям свои ссылки уроков. Я хочу сказать, что это очень сложно, в том плане, что у меня нет прямого контакта с детьми. В данном случае, особенно в первом классе, это нужно поставить руку. Правильное написание букв, цифр. Сейчас я должна детям объяснить, что такое задача. Краткая запись, решение и ответ. И это нужно делать в очном формате. Дистанционно это практически невозможно. Переход на дистанционное обучение оказался для педагогов совсем непростым. Однако не всеми силами стараются повторить привычные уроки в онлайн-режиме. Онлайн-обучение позволяет выбрать не только время и место удобное, а также выбрать свой собственный темп. В любое время можно связаться с преподавателем по чату, по почте или аудио-видеосвязи. Онлайн-обучение – это также огромная возможность для людей с ограниченными физическими возможностями получить образование. Но при этом важно понимать, что онлайн-обучение – это всего лишь формат, который не трансформирует содержание учебной дисциплины и никак не противоречит фундаментальным принципам педагогики. Испанский язык, который я преподаю в скайп, это тот же испанский, который я объясняю, стоя у доски в классе. Огромным минусом данного обучения может быть только то, что ученику может не хватать личного контакта с преподавателем и остальными учениками. Если выбирать между дистанционным и классическим образованием, большинство родителей и педагогов наверняка выберет последнее. Конечно, как вынужденный шаг и временная мера, такой формат имеет право на существование. Однако необходимо помнить о том, что никакая техника не сможет заменить живого общения. Эсма Гуланзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Уважаемые телезрители, сообщаем вам, что сетка вещания АГТРК временно изменилась. Это связано с веерными отключениями электроэнергии. Абхазское телевидение выходит в эфир, как обычно, в 8 часов утра и вещает непрерывно до 15 часов дня. В это время вы сможете увидеть программы и передачи, показанные в нашем эфире накануне. Утренние информационные выпуски Амши Кшара теперь выходят в эфир в непривычное в 9 часов утра, а в 12. Наша вечерняя сетка вещаний остается без изменений. А сейчас прогноз погоды. По сообщению синоптиков, в выходные дни в Абхазии ожидается пасмурная погода. Временами дождь, в горах и предгорьях снег. Температура воздуха ночью плюс 3,8. Днем плюс 8,13. Температура морской воды плюс 10 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова